Большой привет нашим подписчикам! И в этом выпуске мы постараемся понять, какие динозавры были самыми большими, длинными, высокими. Включайте свои гаджеты и пуститесь в путешествие по доисторическим местам вместе с нами. Динозавры были одними из самых разнообразных наземных животных нашей планеты. Их размеры варьировались от самого маленького динозавра микрораптора, который был размером с курицу, всего 39 сантиметров в длину, до титанических зауроподов, также известных как титанозавры, которые могли весить столько же, сколько целая стадо африканских слонов, крупнейших наземных животных на сегодняшний день. С тех пор, как эти доисторические звери были впервые обнаружены, а с этого момента уже прошло почти 200 лет, палеонтологи столкнулись с очень сложной проблемой — определение их размера. Это нормально, когда останки скелета более или менее полны. Кстати, самый большой тираннозавр Рекс — это Скотти, который был обнаружен в 1990 году в Южной Дакоте, США, и сохранил около 90% своих костей. Но Скотти — редкое исключение. Подавляющее большинство динозавров, особенно более крупные экземпляры, необходимо идентифицировать и описывать из минимальных фрагментов. На сегодняшний день распознано и названо более 2000 видов нептичьих динозавров, но многие из них известны только по одной кости. В таких случаях пропорции динозавров можно рассчитать только путем сравнения их костей с костями того же семейства с более обширными останками скелета. Хотя передовое программное обеспечение для 3D-моделирования упрощает эту работу, тем не менее этот процесс часто по-прежнему упирается на прошлые находки и обоснованные предположения. Как вы понимаете, это вызывает множество споров, когда дело доходит до окончательного объявления новых видов динозавров. Как и в большинстве записей, касающихся размера, вы сначала должны установить параметры размера. Длина, рост и вес — все это ключевые характеристики, которые необходимо учитывать. Аргентинозавр, которого называют самым тяжелым динозавром, известен лишь по небольшому количеству костей, найденных в Аргентине в начале 1990-х годов. Один позвонок шейной кости был более полутора метров в длину, что свидетельствует о гигантском зауроподе. Поэтому, чтобы оценить его полный размер, палеонтологи сравнили его с позвонками в скелетах более полных представителей семейства зауроподов, а именно сальтозавра и рапетозавра. Исходя из этого, окончательный вес аргентинозавра был оценен в 100 тонн. В настоящее время большинство ученых отдают предпочтение более скромному диапазону в 60-90 тонн. Хотя даже это позволяет ему быть очень огромным животным. Но и у аргентинозавра есть соперники в борьбе за титул чемпиона в супертяжелом весе. Другой титанозавр, получивший имя Патаго Титан, обнаруженный в Аргентине только в 2012 году, мог бы весить целых 69 тонн. Таким образом, в нижней части диапазона для аргентинозавра делает Патаго Титана самым большим животным, когда-либо ходившим по земле. Однако другие утверждают, что более обоснованный диапазон массы тела для Патаго Титана составляет 50-55 тонн. Споры, как и раскопки этих доисторических гигантов, неизбежно будут продолжаться еще долгое время. Между тем, наиболее вероятно, самым высоким динозавром является другой зауропод. Огромный завропосейдон, который жил в раннем меловом периоде. Из-за необычайно вытянутой шеи он мог достигать высоты 18 метров над землей, примерно высотой с пятиэтажное здание. Следует признать, что эта цифра основана на очень небольшом образце костей и экстраполирована с более обширных останков аналогичного доисторического гиганта жирафа Титана, который был сам претендентом на звание крупнейшего динозавра на планете. Как вы, наверное, уже догадались, самый длинный динозавр был также зауроподом. Какой вид, опять же остается только догадываться. Тем не менее, амфицелий является главным претендентом. Учитывая его предполагаемую длину от головы до хвоста около 60 метров, можно сделать вывод, что это существо было в два раза длиннее, чем взрослый синий кит. Неизменно популярный диплодок также заслуживает упоминания в нашем выпуске, только из-за своего огромного хвоста. 14-метровый отросток это самый длинный хвост среди всех когда-либо существовавших животных. Оценки, основанные на ограниченных останках, это не только головная боль для определения самых крупных динозавров. Как мы говорили, диплодок отличался от других видов близнецов строением хвоста. У костей его хвоста были характерные двухлучевые отростки, отличающие данный вид от других, и название ему было дано именно по этому отличию. Диплодок переводится как двойной луч. При длине тела 30-ти метров высоту диплодок достигал 10 метров и весил при этом 20-30 тонн. Кстати, зубы были слабые, и поэтому диплодокам приходилось не жевать пищу, а перетирать ее. Еще один гигант доисторической эпохи, да еще и сосед аргентинозавра футаланг-казавр. Его имя означает главный гигант. И не зря его так назвали. При длине тела 32-33 метра этот ящер весил порядка 80 тонн, а голову мог поднять на высоту 15 метров. Обитал этот ящер в верхний меловой период 94-85 миллионов лет назад на южноамериканской территории, в Аргентине частности. А вот монгольский терезинозавр был обнаружен с когтями размером до 91 сантиметра по внешнему краю. Оценки общего размера его тела с использованием только размеров когтей позволяют предположить, что это огромное существо. Однако частичные останки скелета показали, что его когти были непропорционально длинными, на основании чего это животное получило статус обладателя самых длинных когтей. Стоит упомянуть, что зауроподы делили планету со многими другими гигантами, которые не были динозаврами. Например, океанами правили массивные морские рептилии, такие как мозазавр, самая большая ящерица в истории, достигавшая 18 метров в длину. В то время королем летающих рептилий был кецокоатль. Эти огромные птерозавры были самыми крупными летающими существами в истории. Ростом жирафа на земле и размахом крыльев до 11 метров. Итак, какой же динозавр был самым большим среди всех? Хороший вопрос, на который ответ найти очень сложно. Единственное, что можно сказать с уверенностью, так это то, что могучие зауроподы были выше, длиннее и тяжелее всех других динозавров. Да и вообще, любое другое наземное животное, когда-либо обитавшее на нашей земле. Пока путешествия во времени не станут возможными, или по крайней мере, пока какой-нибудь удачливый палеонтолог не раскопает гораздо более полный скелет, нам придется смириться с тем фактом, что мы не можем быть уверены на 100% во всем. Вы посмотрели этот выпуск и если вам понравилось, то жмите лайк и оставляйте свое мнение в комментариях. А если вы не подписаны, то обязательно подпишитесь. И конечно же, бейте по колокольчику, чтобы не пропустить самые новые и интересные выпуски от канала Реальное-Нереальное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова